Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я рада вас приветствовать на канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Совсем недавно я распаковывала посылку из интернет-магазина Мир Вышивки. Много вкусняшек там было. И пряжный, и вышивальный. Для тех, кто со мной совсем недавно, я оставлю ссылку на тот ролик. И под тем видео, и под этим я оставлю ссылку на сам интернет-магазин Мир Вышивки. Несмотря на такое название, товары там для разных видов рукоделия. Если побродив по магазину, вы себе что-то присмотрите, то помните, вы можете получить 10% скидку. Для этого надо лишь написать промокод Кельмяшкина большими буквами русскими. Так вот, возвращаясь к ролику, я пообещала, что очень скоро мы вскроем этот наборчик и посмотрим, что же там внутри. Выполняю обещание. Убрала я пакет, потому что многим не нравится шуршание пакета. Хотя чуть-чуть мы это все-таки сделаем. Знаете, что мне нравится в наборах Риолис? Сразу видно, что пакет вскрыт. Второй раз аккуратненько запаковать уже не получится. И мне это очень нравится. Мне вообще нравится фирма Риолис. Нравится давно-давно. Картина «Лебеди Прага». Тоже фирма Риолис. И сегодня мы будем говорить про шерстяные ниточки. Это тоже шерстяные ниточки. Сейчас наборы фирмы Риолис стали подписываться на звания. А раньше нет. Ну, среди рукодельниц, по-моему, называется это «Лебеди Прага». Могу назвать не так, но часто-часто. И сама я называю так набор, эту картину. И очень часто слышала, что именно так называют. Вышивалась, конечно, долго. Потому что ниточки в одной цветовой гамме. Но результат превзошел все ожидания. Это не единственная работа фирмы Риолис у меня. Дом у тихой речки. Такое название я слышала и видела в интернете. Как он правильно называется, я не знаю. У меня так. Тоже фирма Риолис. Тоже шерстяные ниточки. Это набор попроще. Вышивался гораздо быстрее. Здесь такие цветовые пятна все-таки большие. Не сравнить его с предыдущим набором. Но красив неимоверно. Домики, мостики. Все это мое, конечно. Я это показываю больше для тех, кто с вами совсем недавно. Кто со мной давно, уже видел мой ролик. Вместо кисточки игла он назывался. Где я все работы показывала. Деревенский полдень. Еще одна работа у меня фирмы Риолис. Здесь есть большая часть ниток шерстяных. Ой, как бы не наврать. Мне кажется, и чуть-чуть. Где-то простых. Простой мулине. Давно уже не помню. Просто Риолис очень часто комбинирует шерстяные нитки с мулине простым. И это достигается этим рельефность некая. Не помню, здесь есть или нет. Вот кони в маковом поле. Там точно и шерсти, и ниточки. А здесь вот. Ну, шерсть. В основном шерсть, конечно. Шикарный пейзаж деревенский. Мой. Прям мой. Есть у меня малявочки. Миниатюрки они называются. Вышивальщиц по, как сказать, умному-то. А у меня малявки. Это чай. Тоже Риолис. Тоже шерсть. На конве. Как такой, как мешковина. Под мешковину конва. Обожаю эти наборы. Просто обожаю. И кофе. Набор кофе. Тоже наборчик очень простой. Под нос вышивался тяжело. Это тажурные края. Вышивались тяжело. А так прям на одном дыхании. Ну, и моя любимочка. Картина гордости. И так далее. Как это? Сколько эпитетов подобрать? Это все тоже Риолис. Розы по картине Пьера Агюста Ренуара. Именно в пару к этой картине мне хочется вышить Васильки Исаака Левитана. О наборе по мотивам, картина которого и пойдет сегодня речь. Я ж не поленилась. Я в интернет сходила. Что же я там вычитала? Что Левитан известен больше как пейзажист. И поэтому такие картины якобы для него не характерны. Меня это немножко удивило. Потому что я помню картины Левитана летние какие-то пейзажи. Я помню просто лето или летнее утро. Мало я пейзажев могу вспомнить. А вот картины о дуванчике. Или просто о дуванчике. Или о дуванчике в вазе. Это я хорошо помню. Прям вот с детства помню. Но оказывается он больше пейзажист. Натюрморты для него не характерны. А для меня вот это прям для самой открытия. Что про эту картину непосредственно написано? Что все внимание приковано именно к цветам. Они с одной стороны просты. Вот проще некуда. И с другой стороны они божественно красивы. Вот со вторым я согласна. Что Левитан постарался сделать. Написать картину так. Чтобы пылевые цветы раскрылись во всем своем великолепии. Якобы ни один из васильков не повторяется. Ни по своей форме. Ни по размеру. И ни по цветовой окраске тоже. Вот это меня как вышивальщица пугает конечно. Значит вот на васильках там конечно будет такой конкретный завис. Наверное очень много будет одиночек. Но с другой стороны хорошо. Раз они не повторяются. Это придает картине безусловный интерес. В итоге. По итогу. Это не должно пугать. И колосья пшеницы. Которые мы тоже здесь видим. Несколько колосков пшеницы. Как бы подчеркивают. Что букет сорван. Создан в тропях. Вряд ли кто-то специально. Такой флорист с образованием. Эти колосья пшеницы. Этими колосьями пшеницами дополнял букет васильков. Это вряд ли. Просто якобы наспех собранный букет. Но вот шарм этого букета. Ну и картины в целом. Как раз вот в этом впечатлении наспех собранных васильков. Вот это да. Я просто меня эта картина взяла. И когда я стала больше читать. Я поняла что именно это. Наверное меня действительно. Как бы. Крючком прям в плен и взяло. Внебрежность. Действительно в небрежность этого букета. Есть свой шарм. То есть просто цветы. Пылевые. Без пафоса. Без чего-то еще. Стоят они в обычном глиняном горшке. И при всем при этом. Какая неописуемая красота. Вот это хотел донести художник. Скатерть сливается со стеной. Не потому что он не мог прорисовать границу. Это он мог сделать легко и просто. А это сделано специально. Чтобы не отвлекало внимание от букета ничто. Такое впечатление что горшок просто повис в воздухе. Я вот это кстати не заметила. Пока не прочитала. Мне казалось вот он стол. Вот он стена. А ведь действительно. Такой границы между стол стена и ее нет. Вот это я не заметила. Мне это очень нравится. Переходим к самому интересному. 30 на 40 сантиметров размер этой картины. И открываем, открываем красоту. Схема цветная. Или цветосимвольная, как правильно сказать. У кого-то от нее пестрит в глазах. Вот вы знаете, при всем том, что это неудивительно. Я понимаю, у кого пестрит в глаза. А мне при всей любви к Золотому Руно. Фирма Золотой Руно шикарный набор выпускает. Шикарный. Просто я очень мечтаю отшить хотя бы один набор из музейной коллекции фирмы Золотой Руно. Но мне очень тяжело дается черно-белая схема. Очень тяжело. А вот цветные схемы мне даются легче. Вот например у Белоснежки. Набор Белоснежки фирма. Там тоже такие цветосимвольные схемы. Но почему они у меня идут с трудом? У меня одна работа от Белоснежки. Я ставлю ссылку на нее. Завод лебедей. Она называется, эта картина у фирмы Белоснежка. А так как это копия набора Дименшенс. У Дименшенс называется... Танечка вспоминает. Сумеречный мост. Вот, вспомнила. И вот там такие же вот схемы. Но мне у Белоснежки дается тяжело схема. У Риолиса нравится. Всю схему показывать не буду, потому что нельзя. К ниточкам мы вернемся чуть попозже. Здесь две палеточки ниток. А там еще есть. Давайте посмотрим на канву. Ниточки мы к вам вернемся. Не скучайте. Канва Белая. Фирма Цвайгард. Каунт 14. Обычная белая канва. Я люблю прокрахмальную канвушку. Не люблю такую вот жидковатую. Но и на крахмальную до картонного состояния. Мне тоже не нравится. Это вот такая хорошо прокрахмальная канва. Мне нравится. Я ведь не вышиваю ни на пяльцах, ни на станке. Я вышиваю просто на руках. И вот такая канва мне очень нравится. В комплект идет иголочка. С таким туповатеньким носиком. Как-то смотрю, девочки вышивальщины, профессионалы, закупают кучу иголочек. Вышивают там не одной, а несколькими. Я всегда вышиваю. Вот идет игла в наборе. Ей я и вышиваю. У меня одной достаточно. Если не потеряю, конечно, вышить набор от и до, я спокойно могу одной иголочкой. Спокойно. Во всяком случае, до этого так и было. Ну, а теперь нитки. Нитки для вышивальщиц, это, конечно, очарование. Это, я понимаю, те краски, которыми надо будет вышивать сами василечки. И это надо полагать и зелень у васильков, ну и стена. Конечно, здесь прямо видно, что много стены. Так, вот эти ниточки мне почему-то очень нравятся цвет. Очень вот эти ниточки нравятся. Их здесь немного. Так, картинку-то я убрала. Они вот здесь будут уголочек вышивать и немножко на горшочке. Этот цвет встречается. Прям очень мне он нравится. Так, это, я так понимаю, фон между васильками. Еще раз посмотрим. Да, 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 да. Вот здесь очень много темных ниточек. Художник как-то так увидел. Ну и неполная палеточка вот таких красивых. Кстати, надо все показать нитки вот так. Так они смотрятся лучше. Это, я так понимаю, вот этот стол в основном, наверное. Ага, вот так вот смотрится хорошо. Так, ну здесь черным-черном. Но, тем не менее, покажу. Вот они коричневые здесь даже. Уходящие в черненькое. Это фон, фон, фон. Эту красоту надо еще раз посмотреть, хотя я показывала. Прям вот видите, как на картинке такие же цвета. Ой, мне нравится, когда совпадает. Горчичная, желтая, зеленая, фисташковая. Хааки цвет. Вот здесь я уже вижу на стене. Точно эти цвета нам понадобятся. Красивые цвета. Так, по идее, васильковых цветов вот только три нижних. А, это шестерка, это один тот же цвет. Но, сами васильки у нас будут создаваться из разных-разных цветов. Красиво, конечно. Очень красиво. Кстати, ниточки вот так разбирать в фирме Риолис стали недавно. Так, очень давно представлял ниточки Лукаэс. Наборы фирмы Лукаэс вот так были всегда. А у Риолиса шерсть была, знаете, так, как я пишу, все наборы, которые я вам показывала, я вышивала, они еще в старинном наборе были, в старом, в старой комплектации. Они были, ну, это, как вы знаете, взять вот так вот на палец, намотать, намотать, балабушка. Мотки, не мотки, ой, клубки, не клубки. И вот шерсть лежала там, намотанная такими восьмерочками, бабушкиным способом. Посмотрим. Мне кажется, для шерсти так очень удобно, потому что идет в одну ниточку. А если вышивать не шерстью, там же идет пасмочка по шесть ниток, там вот вряд ли так удобно. Но, в общем, у меня в новой комплектации, это первый набор Риолис, тем мне интересней увидеть, как это вышивается, прочувствовать. Давайте почитаем. Мы ничего с вами не упустили. Цветная схема. Конва для вышивания. Свайгард, 14 каунт. Правильно, значит, сказал. Нитки шерсти акрил, 27 цветов на плашке. Игла. Дизайнер Анна Шевелева. Вот, кстати, тут тоже эти розочки представлены. Роза Рануара. Шикарная картина. Просто шикарная. Кто хочет иметь такую вот вещь дома, не поленитесь. Пусть тяжело и долго, картина не из легких, но шикарная вещь. Я горжусь, прямо когда смотрю. И нам осталось посмотреть сам ключик. Ключик золотой. Где у нас ключик? Упаковщица. Все дела. Так, посмотрим мы на ключ. Вот он, где его можно спокойно отрезать. Что мы видим? А мы видим, что у нас встречается и крест в две ниточки. Как, например, вот. Крест в одну ниточку. Как, например, вот. Очень много блендов. Бленды сереньким выделены. Где вышиваются в две ниточки, но разным цветом. Да, полукреста я... Нет, есть. И полукрест есть тоже бленд. В общем, крест в две нитки и в одну нитки. Полукрест в две нитки. И вышивается как одним цветом, так и блендами. Все легко и просто. Начать да закончить, в общем. Но... Пока я не отошью своих птиц, к работе я не приступлю. Надо себя дисциплинировать. Не люблю разводить процессы. Ну и также есть инструкция. Ведь кто-то только начинает. У кого-то это будет первый, при первый наборчик. Поэтому, конечно же, инструкцию читать надо. Я на нее уже давным-давно не обращаю внимания. Мне достаточно ключа. Даже если я что-нибудь нахимичу, я сделаю вид, что я так задумала творчески подойти. Я слышала, что не всем нравится вышивать шерстью. Я понимаю, когда аллергия. Да, здесь как? Здесь не попишешь. Но если аллергии нет, то стоит попробовать. Мне шерстью вышивать нравится гораздо лучше, чем ниточками мулине. Теплее, что ли, картина. Фактурнее, рельефнее. Ну... Шерсть. И этим все сказано. Если речь идет обо мне. Ну, вот и посмотрели. Я не планирую отшить этот набор полностью в 2019 году. Я вообще давно не строю планы. Моя задача просто вспомнить, что я еще и вышивать умею. Потому что сейчас вязание явно побеждает. Поэтому вот в январе приобрела набор. Хорошо. Если я в феврале разлиную канву и обработаю края канвы, это будет замечательно. А потом оставшиеся месяцы поковыряю. Но сначала дошью птичек. Кстати, как я линую, как я обрабатываю края, можно посмотреть вот в этом видео. Только там меня вышивальщицы поругали за рекомендацию использовать простой карандаш. Все, говорит, правильно, все у вас хорошо. Но карандаш простой использовать не надо. Может быть. А здесь вот видите, темный. Наверное, пока меня карандаш не подвел, я так и буду линовать карандашом. Он может быть заметен только вот здесь. Карандаш на светлом фоне. А здесь... Но, тем не менее, у меня карандаш всегда отстирывался. Работа большая. Даже пока ее трепешь, карандаш уже исчезнет. Конечно, не такой вот мягкий. А вот тот карандаш, который я показываю в видео, никогда мне еще не подводил. Ну, маркеры так маркеры. Конечно, каждый волен использовать то, что ему нравится, что он хочет. А я по стариночке, карандашиком. Все посмотрели, все потрогали. Если есть желание заказать наборчик, такой ли, другой ли, посетим магазин Мир Вышивки. Там и есть из чего выбрать. И не забудь, 10% скидки гарантировано на первый заказ по промокоду Кельмяшкина. Вся информация под видео. До новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут!